Мы читаем книгу Зуар-Лаам, глава Вайшлах, страница 30, «Кто та, поднимающаяся из пустыни?» Пункт 222. Книгу можно скачать с сайта Кабала-Лаам и вопросы забывать через Каб-Си-О-А-Эл. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут задаваться в течение урока. Пункт 222. Из толпы дыма восходили и поднимались наверх. Если бы толпы дыма от жертвоприношений, поднимавшиеся над жертвенником, поднимались бы всегда, как этот дым, то не было бы гнева на мир, и Исраэль не были бы изгнаны из земли своей. Если есть жертва, то есть каждый раз есть желание получать, которое можно исправить в все большем подобии Творцу, и за дня в день поднимается от него дым, то есть отраженный свет, орхозер, аромат, и тогда, конечно же, Исраэль тогда находится в своей земле, и не были бы изгнаны оттуда. 223. Кто-то, поднимающийся из пустыни, как-то с толпы дыма. В то время, когда Исраэль шли по пустыне, то есть тьма, пустота, много помех, и над этим человек должен каждый раз обретать свойства отдачи. Шхина шла впереди них, а они шли за ней. Если человек стремится, желает помощи, что ему есть зачем идти, и он выбирает идти не за своей природой, а за Творцом, тогда у него есть столб дыма, облака величия. И это, как сказано, «Иди за мной по пустыне». Ибо Шхина шла перед ними, а они шли за ней, что означает, «Получили от ее Ахураим». То есть все склонности были направлены на то, как соединиться. Шхина перед ними, это значит, что это находится во главе их. Как соединить себя, чтобы стать Шхиной? Шхина — это Кнесет Исраэль, общность Израиля, соединение всех душ. 224. Шхина шла, а все облака величия вместе с ней. И когда Шхина возносилась и возносила Израиль, возносился Израиль, как сказано, и когда поднималось облако над Скиней, и когда она поднималась, облако поднималось до самых высот. И все живущие в мире видели и, вопрошая, произносили, «Кто та, поднимающаяся из пустыни, как с толпы дыма?» То есть желания, которые могут идти за Шхиной, присоединиться к намерению отдачи, они идут, а те, кто еще не могут существовать. Те желания народа мира, они тоже еще не могут, но им тоже есть раскрытие. Они тоже находятся в частичном продвижении. И так продвигается человек, выясняет желания, которые в нем называются Израиль или народа мира, клепот, и сортирует их каждый раз, поднимая их, принося их в жертву, поднимая их в дыме, и самое главное, чтобы Шхина, то есть общность Израиля, соединение между всеми, чтобы ее исправление было перед ним как главная цель. 225. «То облако, за которым появлялась Шхина, было дымом, поскольку огонь, который зажигал Авраам, Ицхак, сын его, удерживался в нем и не отпускал его. И когда этот огонь удерживался в нем, он поднимал дым». То есть Гвурот, огонь, левая линия, соединялись в желании получать и работали вместе, как Масах и Авьют, и таким образом поднимали отраженный свет, Орхозер, который называется дымом. мы изучали когда-то, если вы помните, в статье Баль Сулама, что Ашан, дым, это нефеш, тем, что человек упорядочивает себя таким образом, что он берет свое желание получать, выясняет его и присоединяет к Творцу, упорядочивает его относительно Творца. тогда этот Орхозер дает ему дверь на следующую ступень, и так он поднимается из состояния в состояние, каждый раз раскрывая себе новый мир. Когда левая линия Бины светит без правой, тогда свечение ее как пожирающий огонь. И когда Шхина в качестве строения Ахураим, она поднимается и облачает левую линию Бины. И тогда она зажигается этим огнем, ибо Ицхак это левая линия Бины, которую притянул Авраам, и прежде чем она включилась в правую линию, была как пожирающий огонь. И Шхина зажглась этим огнем в то время, когда находилась в строении Ахураим. А во время исправления Шхины она получает совершенный Мохин Депаним Бепаним, когда передает свечение Хохма, передает она в эти Килим, которые как пожирающий огонь, полученный ею от левой стороны Бины, когда была она в Мохин Даахураим. Ну, это мы учили во многом на многих примерах, например, гость и хозяин, когда гость изгоняет свое желание получать, потом ограничивает себя в нем и говорит, что и хозяин уговаривает его, пожалуйста, сделай мне одолжение, получи. И тогда человек ставит Шхину соединения, отдачу Творцу во главу и идет за этим и к этому сводит за все его действия. и тогда он переходит в свою левую линию, которая называется Ицхак Бина. Бина это как раз преодоление Элуким и все это приходит от Бины. И когда в этом он пробуждается продолжать работать со своим желанием получать ради хозяина, потому что хозяин получит наслаждение только если он насладится сам. И тогда он берет левую линию, линию Ицхака и тогда у него уже есть подъем. Этот огонь не оставляет нукву и тогда, когда пребывает в Мохин Депаним, посредством которых она передает свечение хохма, ибо пробуждает тогда Келим Дахураим, похожее на пожирающий огонь и поднимающий дым. 226. Окуриваемое Мирую и Фимиамом. Окуриваемое значит связующееся с двумя другими сторонами, подслащенными и включенными друг в друга. И это облако Авраама с правой стороны и облако Ицхака с левой стороны. И всякими порошками торговца это средняя линия Яков, включающая обе и потому называется торговцем в руках которого Мира и Фимиам. Средняя линия включающая обе и поэтому называется торговцем в руках которого Мира и Фимиам. 227. Порошок торговца это праведник Йосеф поскольку ковчег Йосефа то есть Йосот шел при ней и называется торговцем Рухель потому что доводил худые слухи Рехилут о своих братьях до отца. 228. Порошок относится к Иврааму Ицхаку Якову и Йосефу которые как одно и одна форма у них как сказано вот родословие Якова Йосеф и потому сказано всякими порошками торговца ибо из места откуда проистекает и выходит река Йосот то есть Йосеф орошаются все и все лики светлы. 229. Мы собраны в себе каждый старается чувствовать из себя и своих желаний и свойств может ли он распознать что-либо из написанного здесь это усилие открывает нам ощущение духовного мира. 229. Когда Исраэль были в земле Исраэля и приносили жертвы все сближались с Творцом как должно. Когда приносилась жертва и дым поднимался прямо тогда знали что дым жертвенника зажег свечу достойную зажигания и все лики были светлы и свечи горели. Свечи это сферот нуквы света пламени 230. А со времени разрушения храма нуква потеряла массах нет дня когда не было бы гнева и ярости как сказано Бог гневится каждый день и унялась радость сверху и снизу и Исраэль ушли в изгнание и они во власти других богов то есть желаний направленных на получение и тогда осуществляются слова Писания и будет служить там чужим богам 231 почему же все это постигло Исраэль потому что не служил ты Господу Богу твоему с радостью и добросердечно от изобилия всего что значит от изобилия всего здесь от изобилия всего а там в недостатке всего есод называется все как сказано все что на небесах и на земле когда Исраэль были на земле Исраэля Исот светил им и сказано от изобилия всего а когда были вне земли Исраэль в изгнании то сказано об этом в недостатке всего так как Исот не светит там и потому сказано будет служить врагу своему которого нашлет творец на тебя в голоде и жажде и в ноготе и в недостатке всего то есть это зависит от того в каком состоянии находится человек есть у него масахим работает ли он с желанием получать ради отдачи это значит что он находится в свете в связи с творцом в избавлении в эрцисраэль поднимает дым огонь жертвы и так далее и тому подобное а когда он теряет эту связь посредством всяких действий когда растут желания выше экрана масаха тогда он выходит это называется что он выходит в изгнание теряет связь с творцом теряет масах и тогда как результат враги будто набрасываются на него и будешь служить врагам своим как здесь сказано то есть все зависит от меры масаха преодоления может ли он получать сверху получить этот масах сверху или нет конечно здесь преодоление заключается только в просьбе 232 пока не пробудется творец и не освободит нас из среды народов как сказано и возвратит Господь Бог Твой изгнанных Твоих вопросы нет вопросов да почему работа должна быть в радости это признак того что ты работаешь в отдаче а не того что ты обязательно из безвыходности страха работаешь под ударами радость это знак мать которая дает что-то младенцу он получает это он получает это удовольствие он радуется как он хорошо поел взял от нее и так далее ну как может быть чтобы отдача если она приходит из любви как она может не вызвать радость радость это знак это результат добрых дел деяний человек с другой стороны находящийся под влиянием своего желания получать эгоизм он находится в напряжении он сердится на Творца поэтому меры милосердия веры спокойствия в самоотмене относительно высшей силы чтобы эта сила повлияла на меня обратила меня в отдачу дала бы мне сил это все должно быть в радости обращение к Творцу тоже не может быть не в радости плач не слышен когда мы говорим врата слез Зор тоже об этом пишет врата слез это когда человек хочет уподобиться Творцу он плачет он хочет уподобиться ему это не то чтобы он плачет это такое обращение это обращение не может быть плачем если ты обращаешься в плач это значит что ты обвиняешь его в том что он подстроил тебе этот случай это состояние это как будто ты недоволен этим путем что по безвыходности ты выполняешь это тогда ты не можешь быть праведником поэтому если человек не чувствует радости в каком бы то ни было состоянии как в лучшем так и в худшем это значит что он все равно находится все еще находится в своем желании получать ради получения и не с чем ему обратиться к Творцу только тогда когда он поднимает себя в состоянии радости когда не имеет для него значения что произойдет потому что он просит силы отдачи и тогда получает ее здесь есть вещи которые нам трудно переварить как может быть если я нахожусь в радости в удовлетворении то откуда берется молитва вопрос если я уже в радости и вроде бы ничего мне больше не нужно правильно если я хочу только отдачи значит моя радость в том что я пришел к такой просьбе к тому чтобы попросить силы отдачи но что при этом происходит со мной в моих килим я нахожусь в полном удовлетворении мне больше ничего не нужно да Бал Сулам пишет в письмах в письме Нон Зайн нет более счастливого состояния в мире человека лишь в тот момент когда он ощущает себя полностью в отсутствии сил и нет у него никакого лекарства лишь тогда он достоин совершенной молитвы чтобы попросить помощи у Творца но это снова это все из радости ты не можешь прийти к хозяину который является хозяином всего и плакать это признак того что ты недоволен им что ты отталкиваешь его во всем что он сделал ты ощущаешь плохо в его мире так чего ты приходишь просить у него ты приходишь попросить лишь уподобиться ему поэтому это называется вратами слез то есть я хочу еще более быть отдающим взамен но все это происходит из ощущения радости поскольку они уже находятся как двое влюбленных понимающих связь между ними и как хозяин так и гость они находятся в дружбе между собой и выясняют как они могут еще более связаться и наполнить друг друга это является основным признаком радости поэтому если ты видишь людей которые плачут ты знаешь там сожалеют это простой народ так любит он думает что за это он получит вознаграждение как рабаш всегда смеялся над страшными днями перед демкипуром когда все там плачут и в молитвеннике написано что надо плакать именно демкипур является днем радости в особенности ну понятно как сохраняют радость в работе радость может прийти к человеку лишь при условии что у него есть поддержка от его окружения когда окружение обеспечивает ему уверенность в том что он идет по правильному пути и он идет по направлению к чему-то большому и тогда у него нет ни в чем недостатка он и сейчас находится в мире бесконечности необходимо лишь раскрыть это также раскрыть это с намерением ради отдачи когда он готов удовлетвориться даже тем что у него есть окружение должно дать ему все эти ощущения с одной стороны а с другой стороны высший свет должен привести его к такому состоянию к такому исправлению да пожалуйста человек находящийся в осознании благодарности постоянно и вследствие этого у него есть постоянная радость как он продвинется я с того что я впитал здесь я выучил что человек должен достигать хиссарона ведь это не является радостью в этом и проблема где достать потребности хиссарона если он объединяется с другими душами и в объединении вместе с ними он воспринимает те потребности которые находятся в них когда он хочет с ними объединиться тогда эти совместные потребности он приподнимает вверх то есть он поднимает вверх место разбиения хочет чтобы это было бы исправлено потому что с помощью этого он и доставляет наслаждение Творцу потому что он с помощью этого исправляет то самое клик где может раскрыться Творец постепенно зор приносит нам и разум и ощущение это не то что когда мы слышим это все сразу начинает быть понятным но просто мы читаем все больше и больше необходимо дать возможность Свету работать очень просто насколько можно больше и тогда к человеку приходят всяческие состояния изменения и путаница его бросает из одной крайности в другую но вместе с этим все проясняется путин таков да Юсеф из Иерусалима спрашивает радость в работе это правильный признак в пути к Дворцу Царя да это является правильным признаком но это еще не все потому что мы видим что скажем он является хасидом а в хасидизме обычаи из кабалы были приняты в такой четкой форме и в хасидизме говорится о том что необходимо постоянно находиться в радости и петь и радоваться смеяться передавать радость другим они приняли это как некое повседневное поведение без той внутренней части которую необходимо постичь и как результат лишь как результат этого есть радость от действий на отдачу но как написано здесь необходимо плакать в молитвенике там написано необходимо быть в радости когда человеку запрещено показывать другому что он сожалеет как может быть что ты сожалеешь о чем-то в мире Творца поэтому необходимо разделить между тем к чему человек привык на улице и необходимо находиться радости и находиться в радости лишь по той причине что лишь из радости мы оправдываем Творца и можем поднять к нему собственную просьбу чтобы он исправил бы нас выше этой радости потому что нам необходимы лишь отдающие килим ничего более пожалуйста но если я уже нахожусь в радости так чего я должен попросить у него отдающий килим я радуюсь тому что я пришел к этой просьбе что я достиг врат слез врата слез это нечто наполненное радостью я достиг такого состояния когда я просто взрываюсь от этой радости от величия от того состояния в котором я нахожусь в конце концов против Творца в собственной просьбе и она сейчас принимается им и ко мне приходит свет возвращающий меня к источнику чтобы я смог бы совершить действие с намерением ради отдачи это называется вратами слез то есть все абсолютно противоположно тому о чем думают массы в духовном это именно так когда все эти названия имена находятся в направлении к отдаче и поэтому они немножко отличны от того к чему мы привыкли в любом случае не говорится о плаче или смехе в нашем мире что имеется ввиду но говорится о духовных внутренних состояниях которые называются такими именами есть множество вопросов о намерении во время учебы а во время чтения я не могу сосредоточиться что может помочь мне более сосредоточиться на тексте что ему мешает он что хочет кушать пить у него есть какие-то проблемы когда он сосредоточен там на чем-то необходимо подумать о том что если он не сосредоточивается во время чтения на материале то он этим вредит другим он просто сверлит дырку в борту корабля и тогда у него он тогда у него совершает тогда большой грех против всех ему необходимо дополнить себя в том в чем он способен быть связан с тем что Зо рассказывает насколько он способен называется что он находится внутри лодки или как ребенок или как взрослый или как женщина или как мужчина знаешь как в новом ковчеге или как растение скажем какая-то пшеница или же там животные птицы неважно кто но он включается внутрь он думает на его уровне о цели о продвижении старается хотя бы может быть через секунду он уже убегает от этого через полчаса но он снова вспоминает и сожалеет через минуту снова убегает это неважно главное усилие да пожалуйста немного еще немного о радости из шамати статья нунхет написано что радость является свойством высшего света который раскрывается с помощью мана которым являются добрые действия то есть если человек принимает на себя время небес навеки сразу же приходит к нему высший свет который является частью вечности даже если ему открыто что человек сразу упадет в собственной ступени в любом случае его судят таким каким он есть сейчас то есть если человек сейчас решает что он принимает время небес навеки это считается совершенством тогда цвет который светит ему называется радостью то есть это не то животное состояние но свет который светит мы вообще в духовном говорим лишь о светах и келим и масахим экранах которые находятся между ними да мекам в пункте райш ламед он пишет из того момента когда был разрушен храм нет у тебя дня в котором был бы гнев так написано и творец гневится каждый день и в пункте райш ламед написано пока не пробудется творец в чем разница не знаю не знаю ты можешь сказать о любых о любых именах эке луким шадая вая есть там еще тысячи всяких имен ты в зоре можешь найти еще тысячи всяких названий высшей силы которые человек дает им согласно гематрии то есть когда он ощущает внутри связь с творцом таким образом он его и называет ну и что ты спрашиваешь в чем связь между этим ощущением и другим ощущением видимо есть связь между этими двумя случаями есть хорошее ощущение достигнешь этого увидишь есть нечего особенно объяснять что надо сказать тебе что это приходит с левой линии с уровня Тифер это со средней линии что находится на уровне и ну так что с этого чего ты из этого постигнешь вот сейчас я знаю откуда это приходит не не к этому мы должны хотеть прийти и кроме этого действительно в любом их состоянии у тебя есть множество тысячи таких ощущений пожалуйста и вот родословная Исава пункт 233 вот родословная Исава при жизни Ицхака сыновья Исава не учитывались в той мере в которой учитывались сыновья Якова но умрет Ицхак как сказано и вот родословная Исава это Эдом потому что в доле в наделе и в судьбе Ицхака находится только Яков и его сыновья поэтому Яков и сыновья его которые являются частью творца были приняты в расчет но Исав который не находится со стороны веры когда еще необходимо исправить Эзеки следы сказанному будет учтен лишь после смерти Ицхака и тогда будет отделена его доля от святости в другое место пункт 234 после смерти Ицхака и отделился Исав со стороны его как сказано и возьмет Исав жен своих от Якова брата своего поскольку оставил Якову капитал и прибыль оставил ему рабство египетское в качестве капитала а также прибыль от египетского рабства то есть наследие земли Израиля и продал ему свою долю в пещере Мехпела и ушел из земли этой и от веры и от доли своей и убрался он от всего этого то есть мы видим насколько высший свет который удаляется вызывает этим правильные хорошие выяснения в пути Ицхак удаляется тогда нам более ясно что происходит когда этот свет называемый Ицхаком исчезает какова связь между желаниями которые остаются в душе часть исправленная часть неисправленная которые можно исправить нельзя исправить и тогда они эти самые желания сразу же раскрываются самостоятельно однако прежде они были удерживаемы то есть обновлялись с помощью пробуждения свыше что называется Ицхаком тогда человек ощущал что все в порядке не было особого сопротивления ощущения называемые что ощущения называемые Ицхаком они являются противоположными потому что высший свет не давал этим желаниям возможности быть против и таким образом мы это изучаем что как исчезновение света и приход света все это происходит лишь для того чтобы встряхнуть килим чтобы раскрыть в них желание сюда или в другую сторону всегда это для большего выяснения пункт Решлам 235 прекрасна была доля Якова во всем когда Исав не остался с ним расстался с ним и пошел к своей доле и судьбе и остался Яков владеть наделом отца своего и праотцев своих и сказано об этом и пойдет в землю эту от брата своего и не желает доли своей и надела своего и судьбы веры Якова потому что это ради отдачи а это килим получения они не понимают как можно быть в состоянии ради отдачи потому что само кли обратно отдача противоположно как можно если я чувствую голод как я могу из этого понять что именно это кли может быть предназначено для отдачи причем такое внутреннее что только в нем я чувствую в себе пустоту и наслаждение от наполнения это невозможно понять ведь доля Якова как сказано и доля Творца с ним Яков унаследовал ее вопрос хорошо на самом деле Зоар не вызывает вопросов он больше привязывает человека к своей мелодии к своему течению но постоянно нужно искать в себе эти наблюдения развлечения каждое слово что оно вам не значит в моих желаниях ощущениях свойствах это обязательно и это очень сильно зависит от общей мысли всего мирового кли мы видим здесь Москва Берлин Торонто и еще Санкт-Петербург и в Израиле тоже полно групп мы обязаны держаться друг за друга тогда непременно каждый получит правильную чувствительность потому что чувствительность к духовному приходит между людьми в связи между ними или в отсутствии этой связи поэтому главное вместе либо вместе либо против этого вместе но главная связь между нами чтобы она выяснялась пожалуйста и эти цари пункт 236 когда Творец создал мир и поделил землю на семь пределов поделенных в соответствии с 70 управителями назначенными над народами мира которые являются внешними хитсуниют хагат нахим когда каждый из сферот состоит из 10 всего 70 а Творец распределил эти 70 распорядителей между 70 народами и каждого по его достоинству как сказано когда Всевышний давал уделы народам разделяя людей установил он границы народов по числу сынов Израиля кроме этих 70 свойств что в Зерампине в Творце Высшем Авая ничего нет внизу только желание получать материя и вся учеба она о том как эта материя приобретает свойства приводит себя в соответствии с этими свойствами или эти свойства входят в материю отпечатывают себя в этой материи то есть главное чтобы был Зевук чтобы была связь между 70 свойствами Зерампина и материи Малхута который хочет уподобиться ему быть его нуквой прилепиться к нему какую бы форму он не приобретал и это значит что между ним есть Зевук самоотмена Малхут относительно Зерампина и в той мере в которой Малхут может себя аннулировать чтобы прилепиться к Зерампину неважно в какой форме а эти формы всегда в отдаче что противно Малхут тогда в той мере есть между ними связь объятия справа слева Хибук Смоль Ямин меры меры связи те меры в которых Малхут в Виюте Алиф Бет Гимель Далет получает отпечаток Зерампина тогда она прилепляется к нему восполняет себя всеми формами Зерампина Свойство Зерампина это свет отдача а Малхут это получить ради отдачи поэтому она противоположна 237 И из всех назначенных управителей переданных всем народом нет настолько презренного перед творцом как управители Сава поскольку страна Сава это страна нечистоты а страна нечистоты позор перед творцом те желания которые после разбиения Келим они все упали в намерение получения но мы уже говорим об исправлениях от Ноаха и дальше поэтому эти исправления они уже начинают сортировать в нас наши желания те желания которые мы не можем не смогли до сих пор исправить у нас уже свойства которые мы получили Авраам и Цхак и теперь открывается левая линия Яков те из наших желаний которые не могут присоединиться к этим трем линиям они не годятся ими нельзя пользоваться их надо оставить в стороне и подождать пока не будет сил в этой системе чтобы работать с таким желанием после ударов тысяч действий которые называются тысячами лет после того как сторона святости получает больше сил и отдачи тогда снова можно обратиться к этим келим который называется Умутулам но в конечном счете конечно же все будет исправлено вопрос когда с помощью первых трех линий Хесед Дин Рахамим Аврам Исхак Вияков Ияков который выходит то выясняется та часть с которой работать нельзя и на данный момент это называется Исав и то не совсем потому что от Исава будут очень много различных различных грани отношения к Иякову Гиданаше и так далее как Лаван мы учили весь род Якова приходит из дома Лавана все что у тебя есть от меня дочери мои с чем ты пришел ко мне и с чем ты уходишь все ты получил от меня мы выясняем эти келим постепенно в той мере в которой они могут присоединиться к намерению отдачи это значит что приобретаем какую-то собственность и от этих измельченных как после жерновов ступеней и от опустошенности которая в свойстве краснота происходит у правителя Сава как сказано на брюхе своем будешь ползать проклятые из всех животных жерновай повозка Нецах и Год называются небеса которые перемалывают ман для праведников Нецах называется повозка а Год жернова и называются так потому что Год это суровый суд и оттуда установился Масах Деманула экран-замок и поэтому все перемалывается над ним и от него праведники поднимают ман известно что этот суд не действует выше места его нахождения но только ниже его местонахождения поэтому эти ступени которые после жерновов ход Зайрампина приводятся в действие суровым судом содержащимся в жерновах и они не могут получить Годлут и они в катнуте также известно что ступени исходящие из левой линии в час когда она светит сверху вниз они опустошены без всякого света поскольку нуква в это время сравнивается с застывшим морем недостаток хасадим не в отдаче а в получении и эти два недостатка находятся в управителе и сава отсутствие исправления не хватает двух исправлений то есть что значит два исправления и сава это килим получения здесь есть исправление отдачи ради отдачи есть исправление получения ради отдачи. Великие исправления, которые Исаф этого требует для того, чтобы исправить его и присоединить его к святости. Выше всего, посредством разных действий, которые в Догмартикуна и в Гмартикун, то мы приходим к состоянию, когда Исаф присоединяется к святости, к намерению отдачи. Хорошо? Хорошо. Дальше. У правителя Сава происходит от свойств катнута, малого состояния, которое присуще ступеням после жерновов, по причине имеющегося там сурового суда. И поэтому он мал. И кроме того, он происходит от левой линии, в то время, когда она светит сверху вниз, хохма без хасадим, и когда все ступени, исходящие оттуда, опустошены. И об этих двух вещах сказано в Писании. Первое, сделал я тебя малым среди народов. Второе, самый презренный из всех, поскольку он происходит от левой линии, а левая линия исходит от бины, которая обозначается как красный цвет. И, будучи пустой, она называется презренной. И это также свойство первородного змея, о котором сказано, «На брюхе своем будешь ползать и прахом питаться». И поскольку он после жерновов, то лишился ног в силу сурового суда, действующего там, и был проклят. «На брюхе своем будешь ползать». То есть он не может использовать свое желание получать для продвижения. «И поскольку он от левой линии, он опустошен и проклят, и прахом будешь питаться во все дни жизни своей». Сказано об Исаве, «Самый презренный из всех, подобно проклятому первородному змею, проклят ты из всех животных и из всех зверей полевых». То есть эти желания мы не можем, использовать их ни в коем случае. Нам необходимо лишь выяснить их и отделить их, отделиться от них и использовать тем, что остается после выяснения. Мы видим на всех уровнях все эти желания, которые относятся, в общем, к Исаву или к управителю Исава. Они пока еще являются теми желаниями, где нет сил перевести их к намерению ради отдачи. Это очень большие, сильные желания. Далее. Это высказывание поясняет, почему царь царей Идома перед царствованием своим правил сыновьями Израиля. Известно, что прежде исправляется малый, а затем большой. И, соответственно, сначала должен был исправиться Яков, а потом Исав. Ведь сказано, «И позвал он Исава, сына своего старшего». А Яков является младшим. И поясняется в Зоре, что относительно корней Исав считается младшим, а Яков старше него. И поэтому сказано об Исаве, «Сделал я тебя малым среди народов». Пункт 238. На нижних ступенях, которые находятся от Хазе зон и ниже, на которых Хасадим раскрывается в Хохма, есть ступени за ступенями. И все они отличаются друг от друга. И все эти ступени разделены, а также связаны одни с другими. Таким образом, что малхует, все ступени, всех ступеней отделены друг от друга. Но в то же время, одна малхут связывается с другой малхут. И свет Хасадим входит с помощью Масаха Де Хирик, имеющегося в средней линии. То есть, все три линии работают в гармонии, в взаимном включении. Свет Хасадим входит с помощью Масаха Де Хирик, имеющегося в средней линии. И тогда свет Хохма, содержащийся в левой линии, поднимается и светит снизу вверх, в отдаче. Поэтому объединены все три линии единой связью в средней линии, связанной вместе. Так как, если бы не свет Хасадим, имеющийся в правой линии, не светила бы Хохма, имеющаяся в левой. А если бы не средняя линия, не облачились бы правая и левая линии одна в другую. И таким образом, все три они связаны одна с другой. В общем-то, две линии связаны, правая и левая, но мера связи между ними для того, чтобы отдавать Творцу, называется средней линией. Поэтому называется, что три они объединены. Да. Пожалуйста, пункт 239. Эта связь, Масах Де Хирик, обладает ступенью, к ступенью средней линии. И три... И три вида связи содержатся на этой ступени, поскольку средняя линия содержит в себе все три линии. И в каждой связи есть единый венец, гар. Как сказано, венец, которым увенчало его има. И в каждом венце присутствует сила единой власти. Масаха Манула, экрана замка. И это Малхут Цим Цум Алеф, первого сокращения, которое используется в гар каждой ступени. Да, прежде всего, отрезает гар и использует ваг сверху, снизу, вверх, насколько способны. В этом заключено исправление средней линии. Масах Тухирик. Пункт 240. И была назначена сила власти замка в украшении наверху, в гар ступени. И там установилось его место. А также было назначено ему спуститься вниз, в ваг ступени, пока не связались в нем звезды и созвездия, то есть идолопоклонники. И каждая из них, каждая сила власти, заложенная в каждом из этих трех венцов, есть в ней одна звезда и одно созвездие. Все звезды относятся к ступеням наверху, а все созвездия к ступеням внизу. И потому каждая ступень венчается в надлежащих ей местах. Это можно представить, как мы изучаем, что на каждой ступени в гальгальтлинаем находится ахаб высшего, а его ахаб находится в гальгальтлинаем низшего. То есть каждая ступень делится, верхняя часть находится в высшем, а нижняя часть находится в нижнем. А что она представляет сама по себе? нога, то есть средняя часть Тифера, там, где присутствует выбор, к чему соотнести себя, к высшему или к низшему. Созвездия это группа звезд, связанных друг с другом и одно общее движение для всех них. Звезды означают, что они не связаны друг с другом и каждый обращается к своему пути. Связь между сфирот означает, что хохма не светит без хасадим правой линии и получает хасадим правой линии только при помощи решения средней линии. Таким образом, все три они нуждаются друг в друге и связаны друг с другом. А потому вся причина связи в том, что свет хохма не может светить без хасадим и потому характерно это только для вак каждой ступени, где светит ключ, венец есода. Ают выходит из воздуха авира и раскрывается там свет хохма. Но не так обстоят дела в гар каждой ступени, где властвует сила замка малхуз цимцум алиф и алиф не выходит из их воздуха авира, а хасадим скрытый и укрытый от хохма. в таком случае нет никакой причины для средней линии, которая должна будет связать сферот друг с другом. И потому они считаются разделенными. по этой причине сферот в ваг ступени связанные друг с другом называются созвездием и звезды в нем связаны друг с другом. А сферот в гар ступени называются звездами, которые отделены друг от друга подобно отдельным звездам. «Как сказано, лица и крылья их разделены сверху, ибо соединены внизу в ваг и разделены наверху в гар. И пойми, что это не значит, что нет исправления линий в гар, так как нет чего-либо в ваг, что не будет принято в гар. однако же речь идет исключительно о власти. Иными словами, нет там никакой власти у связующей силы, словно ее и нет. И потому называются они звездами. Они не используют эти определения пока еще не пришло время. Нет сил. Они просто отделены и все. Невозможно их пока объединить. Сила власти замка в гар ступени. На свечение его распространяется и спускается в ваг ступени. И об этом сказано, что сила власти замка была назначена в гар ступени, что означает основу его реальности. А свечением своим спускается и светит внизу ваг ступени. Ибо включились в него гар, называющиеся звездами, и ваг, называющиеся созвездиями. Однако же реальность его в звездах, а свечение его в созвездиях. Иначе говоря, не только для силы власти в левой линии характерны звезда и созвездия. Но и сила власти в правой линии, которая вся является Хасадим, все равно и для нее характерны звезда и созвездия. Что касается звезды, то в ней нет включения Хохма. Что касается созвездия, в нем есть включение от Хохма. И звезды относятся к гар-ступени, а созвездия относятся к ваг-ступени. Поэтому есть два вида гар. Первая в категории хасадин, получаемых от гар-ступени, и это чистый воздух, авир. Вторая в категории хохма, получаемых от ваг-ступени, а также есть два вида украшения, и каждая ступень венчается им согласно надлежащей ей категории. Ну, это понятно, что нам рассказывают в общем, что может быть с Манулой Мифтуха. А мы еще будем изучать это много раз, каким образом решимод или же желание соединяются наверху, над хаза каждой ступени, внизу, под хаза. Критика заключена в том, что все было принято сверху вниз, снизу вверх в отдачу, и никогда не будет притягивания сверху вниз из гар, то есть в желании их получать. Таким образом работают все ступени. Да, пожалуйста. Из Нью-Йорка нас спрашивают, не много ли там материала для одного дня? Слишком тяжело. Что, ему необходимо запомнить что-то? Где здесь Нью-Йорк, что они такие умники там сидят? Прежде всего они засыпают, я вижу. Ну, здорово. Немножко больше в них войдет, потому что разум он представляет из себя преграду. Вопрос в том, мы читаем, читаем, читаем Зор. Пока что у нас нет ничего, что мы могли бы поговорить об ощущениях, потому что мы их не ощущаем. После множества часов, скажем, сто часов, мы начнем ощущать то, о чем Зор говорит в чувственном виде, пока что в скрытом таком, как выходящем из тумана, что-то так, что-то иначе. Определенное притяжение, неизвестно откуда. Но так это происходит, это называется чудодейственным средством, что на меня нечто воздействует. И после этих многих часов учебы, когда мы получим впечатление от всяких слов, когда против каждого слова у меня будет иное впечатление, холод, тепло, вверх-вниз, отдача, получение, гар, вак, Исаф, Яков, Лея, Рахель, всяческие такие деревья, животные, когда у меня будут такие впечатления, я смогу также говорить об этом с другими. Мы сможем хотя бы в чем-то о чем-то беседовать, хотя бы немножко, хотя в этом тоже нет никакой необходимости, но все-таки у человека будет какой-то общий язык с своими товарищами, потому что и они будут находиться в ощущении и осознании этой новой реальности. это очень особая вещь, непростая. Когда это происходит, это действительно является избавлением. Это происходит после многих часов учебы. Мы можем повторить то, что мы читали, даже несколько раз. мы можем через неделю вернуться к тому же тексту. Есть в этом некая особая польза, когда человек вспоминает то, что человек прошел, даже если он ничего не понял. у него есть некая связь с тем, что он прошел, и во второй раз, когда он проходит, это даже через некоторое время, он ощущает, что он уже здесь находился. Я уже как бы был в этом, в этом фильме. Именно так. Он не знает почему, но что-то мне знакомо, несмотря на то, что я не понимаю ни одного слова, ни одного действия, ни одного места, ни времени, ни движения, ничего. Но это уже, я уже в этом был. Поэтому я не говорю, что нет пользы повторять. Да, мы можем повторить. Пока что мы продолжаем. Мы можем начать то, что мы и читать то, что мы изучали неделю, две назад. Нет никакой проблемы. Нам не нужно так же с такой скоростью проходить ЗОР, потому что есть желание сделать это, потому что мы хотим печатать эти книги. Ради распространения нам необходимо проходить все это, читать их, делать всякие поправки. Я вижу здесь множество места, где нужно что-то исправить. Но по отношению к чтению, к окружению, к учебе, на уроке. Можно повторять ту же самую главу сначала до конца и снова. Ну, еще немножко. Пункт свечение хухма пока не связывается в надлежащем ему месте, пока свечение его не опускается в вак. О категории ступеней нечистоты, находящиеся с левой стороны, все делятся на несколько цветов, являющихся категориями ключа, и троп, являющихся категориями замка, от категории красных гвурот, притягиваемых из бины, который представляет красный цвет. И потому определяется гвурот, что внизу, как тысяча тысяч и десять тысяч раз по десять тысяч. Хотя левая сторона притягивается из места вак, того места, где властвует ключ, все равно свечение замка тоже распространяется там. И потому сторона нечистоты, притягиваемая с левой стороны, обязательно включает также и власть замка. И поэтому приходит к нему оттуда катнут, малое состояние. Потому что он находится в ограничении, он включается в это ограничение, соглашается на это ограничение, больше ничего не делает. Он согласен с тем, что его ограничили. Власть замка в месте гар прерывает свечение хохма. Его свечение распространяется также в вак, хотя там место власти ключа. От ключа распространяются света, а от замка распространяются тропы. Свечение ключа, в котором есть свечение хохма, от него зависит тысяча тысяч, ибо тысячи находятся в хохма. А свечение замка, действующее в гар и в укрытых хасадим, от него зависят десятки тысяч, ибо десятки тысяч притягиваются из гар и от категории хасадим. Силой свечения замка притягиваются к отнутке и саву, а силой свечения ключа он получает свечение левой линии сверху вниз. И от этого приходит к нему опустошенность и становится весьма презренным. Но без этих килим получения нельзя, потому что они дают нам возможность работать выше них. Нельзя отделить какую-либо часть от парцуфа, часть килим. Например, я с Исавом не работаю. Ты работаешь, но не в той форме, в которой ты потом работаешь в получении ради отдачи. Но нет ни одного желания в мире, то есть в парцуфе, в мире человека. Уламош или адам все желания и все свойства, на которые не делались расчета. На каждую ступень в любом состоянии. 242 И эти цари, которые царствовали в земле Эдом. В земле значит в стороне Эсава, относящейся к ступени, как сказано, Эсав, он же Эдом. И все эти цари идут со стороны духа нечистоты. Прежде царствования царя у сыновей Исраиля, потому что это ступени, стоящие в сторожках внизу, ступени Сава, предваряют совершенствование. И потому сказал Яков, пусть пойдет господин мой впереди раба своего, так как ступени Сава предваряют вход в совершенствование. Ибо сначала исправляются низкие ступени, а потом высокие ступени. И потому сказано прежде царствования царя у сыновей Исраиля, ибо до сих пор еще не пришло время для небесной Мальхут править и объединяться с сыновьями Исраиля. И потому сказал Пусть пойдет господин мой впереди раба своего. 243 Эти килим должны раскрыться, в них нельзя работать, нужно понять, что нельзя с ними работать, и работать выше них. То есть эти желания должны раскрыться как база, как база для работы. Без того, чтобы их как-то сортировать, резать, невозможно работать с килим отдачи. Это отдача ради получения. 243 Когда восполнится в первую очередь эти ступени, пробудется затем небесная Мальхут, чтобы властвовать над низшими. И когда начала властвовать, начала с самого малого из всех колен, с Беньямина. Царь Шауль произошел от Беньямина. В Беньямине начала Мальхут пробуждаться, а затем пришла Мальхут на место свое, к царю Давиду, и воплотилась в нем, и не оставит его вовеки. Так исправляются все желания от малого к большему. Вопросы. Да. Цвизна Весавьон спрашивает, само чтение Зор воздействует на меня, даже если я этого не чувствую? Еще как. Пусть посидит так 10 уроков, потом посмотрим на него. Пусть нам расскажет, насколько это на него не воздействовало. он очень хорошо почувствует изменения, большие изменения в различных формах. Прежде всего, в концентрации на жизни, на что он будет обращать внимание, на что не будет, внутреннее ощущение, что он больше собирается внутрь себя, отношение к другим, которому он дает больше места. вдруг он начнет мечтать, думать о различных действиях, о которых читает Зор, и будет описывать это себе в той форме, в которой это привязано к нашему миру, как более внутреннее действие, чем наш мир, и так далее, и тому подобное. Зор почувствует Зор, как он успокаивает его, делает его ощущения более внутренними, более целенаправленными, и это действует очень-очень сильно. Это зависит от того, насколько он старается впитать, что здесь происходит, о чем идет речь. Вот и все. Да. Есть два-три вопроса относительно изучения Зора детьми и женщинами, а еще один человек спрашивает, как передавать эти впечатления своей жене. Если жена хочет об этом слушать, то он может говорить с ней об этом. Если она не хочет об этом слушать, то ему этого нельзя делать, потому что в духовном нужно очень остерегаться того, чтобы оказывать какое-либо давление. От насильные детей мы не рекомендуем давать им Зор. Но у нас есть на сайте очень много других инструментов, как исправлять ребенка, те средства для духовного продвижения ребенка, которые подходят к его возрасту и состоянием состояния, самым безопасным образом, с любого возраста ребенок может получить это. У нас достаточно материалов, но Зор нет. Зор мы только сейчас начинаем открывать народу, и придет время, когда мы будем знать и понимать, как, в какой форме мы также можем передавать это младшим, но все-таки нужно еще выяснение, не на сегодня это и не завтра это произойдет. Да. Шайз кампуса Кабалы в Хайфе из того, что я понимал за все это время было подготовкой к Зору. Ведь это многолетняя подготовка. Тот, кто сейчас к нам присоединяется, он тоже включается в эту подготовку, к которой мы в течение многих лет подходили, подготавливались к Зору. Да, потому что это человек, который рождается сейчас. Каждый из нас не должен переживать всю историю человечества с самого начала. Он включается в это, так это происходит. Точно так же человек, который сейчас приходит к науке Кабала, включается в нас и продолжает с нами с того момента, с которого он пришел. И все ему гарантировано точно так же, как и нам. И на этом мы заканчиваем. Перейдем к следующей части урока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok